Всем привет! Пришло время коллектива Анир, потому что само себя оно не придёт. И сразу скажу, что по Анир переведено вот прямо очень мало. Большая часть того, что будет упоминаться в этом видео взята с английской вики. Соответственно, если будете искать номера объектов, рассказы или названия, о которых речь, смотрите сразу на английское SCP, в русской из этого почти ничего нет. Итак, коллектив Анир существует в пространстве снов. Его поддерживают в существующем состоянии различные спящие сущности, большая часть из которых даже не подозревает об этом. А уж если даже сами люди, состоящие в Анир, ничего не знают о нём, то что говорить о тех, кто никогда осознанно не входил в сновиденные миры. Загадочность этой связанной организации настолько высока, что если нажать на ссылку с надписью «Коллектив Анир» на сайте SCP, мы перейдём на какой-то другой сайт, где рассказывают, как подвинуть Землю. То есть Анир — это движение Земли, а ещё здесь написано, что табуретка и Мария Тереза — королева Франции. Так бы осталась эта штука неведомой, если бы не начали появляться связанные с ней предметы. В SCP впервые эта организация упоминается в объекте 1498, где на обнаруженных в заброшенном здании телефонных овцах было напечатано «Создавайте свои собственные фантастические видения с вашими друзьями из коллектива Анир». Позвонивший по таким телефонам связывается с человеком, который представляется оператором коллектива Анир, после чего погружается в сон, который запускает процесс превращения человека в аномальный объект, в телефонную овцу то есть. Анир вообще любит использовать телефоны и звонки с загадочными посланиями для общения с внешним миром. Кроме SCP-1498, также с телефонами связан SCP-2805, но не одними телефонами едиными. В следующий раз фонд наткнулся на коллектив, когда нашёл стеклянные снежные шары с надписью «Удаляйте негативные эмоции и мысли из вашего разума с вашими друзьями из коллектива Анир». Не использовать чаще трёх раз в месяц. В случае чрезвычайной ситуации не разбивать стекло. Эти шары существенным образом изменяли сны людей и поначалу казались довольно безобидной вещью. Однако, как выяснилось, в случае их повреждения, окружающая реальность начала превращаться в подобие кошмара наяву. Невидимый и непознаваемый Анир оказался сильной организацией, способной изменять реальность. Похожим свойством обладает и пойманное фондом разумное животное неопознанного вида SCP-2245, которое помимо своего влияния на сны само, очевидно не из нашего мира. Из такого мира, где эволюция пошла совсем другим путём. Умение Анир приносить вещи из других миров показаны и в объекте SCP-2272, где говорится о несуществующей высшей школе Анир и таком же несуществующем игроке бейсбольной команды. А это уже похоже на просачивание чего-то из параллельного мира в наш. Что в сумме с тем, что Анир это метафизическая информационная сущность, даёт огромное сходство с Пятой Церковью. Кто не знает о чём речь, я заботливо оставлю ссылку в описании на видео о ней. Кстати, в том же видео про Пятую Церковь я говорил, что она может существовать в виде коллективов. В каноне войны по всем фронтам Пятый коллектив даже агрессивно вторгается в миры Анир, заражая их своими информационными сущностями. Сходство есть ещё и в том, что идей Анир продвигает множество групп, которые не связаны с самим Анир. В SCP-2603 упоминается группа «Рассвет Курана», которая проводит семинары, приводящие к тому, что люди во сне соединялись с Анир. Так же как и Пятая Церковь, Анир распространяет своё учение через людей, которые, возможно, даже и не понимают, чем они в сущности занимаются. Получение всех этих артефактов заставило фонд серьёзно заняться коллективом. И в результате исследований был сделан вывод о том, что сам Анир не представлен никакой сущностью в нашем мире и, вероятно, полностью располагается в другом. Однако коллектив, очевидно, обладает пониманием культуры и технологий людей, хотя и весьма своеобразным. В общем, недалеко фонд продвинулся в своих исследованиях. Но позже Анир сам решил выйти на связь, подкинув одному из исследователей письмо, в котором говорилось о неких садах сна или садах Анир, о сновидцах, заключённых в них, о людях-овцах и собирателях снов. Из этого письма стало ясно, что коллективы представляют собой сеть соединённых сознаний спящих сущностей, которые, обмениваясь информацией, поддерживают существование как целых миров, так и чистых Анир, то есть личностей, не имеющих тел и существующих только внутри снов других людей. На этом интерес к фонду со стороны обитателей Сада Грёз не закончился. Явившись в виде женщины из старого фильма к SCP-600, воплощению сущностей, известной как никто, Анир предложил ему то, что тот действительно хотел. Впечатлений обычных людей взамен на разные услуги, как касающиеся фонда SCP, так и нет. Об этом есть несколько рассказов, которые уже читались на этом канале, ссылка тоже есть в описании. Фонд не смог не ответить на такое и начал операцию «Чёрный лотос» во главе с доктором Глассом. SCP удалось разработать способ создания подобия сонного коллектива, состоящего из спящих сознаний добровольцев, и использовать их аналогично тому, как делает сам Анир. Для путешествий по этому пространству снов были выбраны трое агентов, которые начали исследовать причудливые миры. Про них есть всего около десятка рассказов. Первое, на что наткнулся фонд, был мир Квишао. Он назывался страной Ксайопания, которая выглядела как несколько плавающих в нигде кусков земли, на которых располагался город, построенный в традиционном японском стиле. Этот мир оказался неприветливым и наполненным кошмарами. Правило им из своего храма некая Квишао. Вернее, как правило, этот город был населён копиями одного и того же человека, самой Квишао, которые занимали в нём все возможные должности. Фонд выяснил, что физически этот мир находится в разуме Джейсона Грэхэма, человека, судя по всему, лежавшего в одной из больниц Сиэтла. Также коллектив Квишао поддерживали и другие пациенты больницы. А сама Квишао, как личность, оказалась девушкой, с которой Джейсон состоял в отношениях. Она умерла и стала чистым существом мира снов, или чистым Анир. По большей части фонд принимает за Анир именно страну Ксайопания и исследует её. Однако мир и Шао не были всем Анир, они были отдельной сущностью, которую сам Анир Запад, крупнейший и самый сильный из коллективов, изучал через искусственное существо, созданное в мире снов по имени Оулбот, или Савабот. Саваботу удается проникать в сны намного глубже, чем агентам фонда, и потому находит он намного больше. Мир Квишао вместе с агентом фонда в нём были изучены совой вдоль и поперёк. А вот другая сущность, которая называется Номер 27, оказалась не по зубам даже самому коллективу Анир Запад. Номер 27 это ещё один коллектив из мира снов, который каким-то образом может передавать радиопередачи в реальный мир. Но для общей лорной истории он интересен тем, что совмещает пятеринство Пятой Церкви и учение о снах в нечто целое. Что подтверждает теорию о том, что Пятая Церковь и Анир хоть и разные сущности, но по своей сути похожи. Так или иначе, изучение способности Номера 27 позволило Анир существенно продвинуться в своих технологиях. И если раньше им удавалось только совершать звонки на проводные телефоны, то из SCP-2876 мы узнаём, что Анир создали мобильное приложение, которое позволяет заказывать определённые сны и выложили его во все магазины приложений. Видимо, пополняя таким образом число спящих созданий, работающих на поддержании миров Анир Запад. Также коллектив создал несколько сайтов в интернете, на которых спящие люди могут оставлять сообщения. На таких сайтах они начали обсуждать свои дела. Настолько вот перестали бояться своего обнаружения фондом. Сущности, связанные с Анир, начали появляться даже на ютубе. SCP-4469, например. Всё это помогло коллективу существенно расшириться и набрать силу, в результате чего начали появляться целые области пространства, в которых все спящие так или иначе поддерживают Анир. Как, например, SCP-2444. Да, я имею ввиду новый SCP-2444, потому что в русской версии всё ещё висит какой-то старый объект, который был официально уже уничтожен. Так вот, SCP-2444 это явление, возникающее вокруг подходящих заброшенных зданий, бывших ранее торговыми павильонами. Все люди, живущие неподалёку от такого, начинают видеть сны о нём, образуя очередной сновиденный мир. Это явление пошло ещё дальше, когда появилось... эээ... ЗА-МЕН-ДЕР-БОРА. Это когда все живые сущности, находящиеся в горах Кэтскилл, что в штате Нью-Йорк, образовали единое сонное пространство. Так постепенно коллективы под началом Анир-Запад начинают включать в себя чуть ли не всё человечество, а то и всех живых существ на Земле. И в далёком будущем набирают огромную силу. Фонд просто перестаёт справляться с их проявлениями. Но, как мы знаем, примерно в середине 22-го века в мире SCP случается апокалипсис. Ну, потому что все истории, связанные с SCP в апокалипсисе, начинаются примерно в конце 22-го века. Ставь лайк, если смотришь это видео из 23-го века, а ничего не произошло. На мире снов это отражается поначалу тем, что появляется много коллективов, состоящих из кошмаров целиком. Первым сносит самый близкий к реальности мир Квишао. Тот самый, что изучает Фонд. Он попросту рассыпается и становится ничем. Затем, субли и население планеты из-за недостатка сновидящих мира спящих растворяются, продолжая жалкое существование в виде мелких хаотичных островков из образов. В мёртвом мире, где в итоге становится просто некому спать. Всем пока.